Олег Витальевич Таругин Морпех Подмога придет От автора Описанные в книге события могут частично или полностью не совпадать с событиями реальной истории времен обороны плацдарма «Малая земля» и боев за Новороссийск. Имена большинства бойцов и командиров РККА и РККФ изменены или вымышлены? Автор выражает глубокую признательность за помощью в написании романа постоянным участникам форума «Вихре времен» и читателям литературного портала «Автор Тудэй». Спасибо большое, друзья. Пролог. Спасательный круг. Район Южной Озерейки. 4 февраля 1943 года. 6 часов 25 минут утра. Борт катера МО-054. Ретроспектива. Командир морского охотника лейтенант Кондратьев Зло до хруста в суставах сжал кулаки. Буквально несколько минут назад всем обеспечивающим высадку и огневое прикрытие десанта кораблям пришел приказ возвращаться в свои базы. Понятно, что все, что мог экипаж «Мошки» сделал, до последнего поддерживая уцепившихся за узкую полоску пляжа морских пехотинцев огнем палубной сорокопятки и крупнокалиберного пулемета. Но, учитывая творящиеся на борту, уходить не хотелось. В том, что десант практически провалился, Кондратьев уже не сомневался. Уж больно плотным и прицельным оказался вражеский огонь. Судя по всему, фашисты знали, где именно произойдет высадка, и подготовились, прицельно расстреливая подсвеченные мощными прожекторами, осветительными ракетами и снарядами десантные суда и тихоходные танкодесантные баржи из орудий и минометов. И все же казалось, что они еще могут хоть чем-то помочь. Или ему просто хотелось в это верить. Но полученный приказ не допускал двоякого толкования. Корабли уходили. Уходили в полном составе, в том числе и те, кто огнем своих 130-мм пушек должен был оказывать морпехам основную артподдержку. Эсминцы – сообразительный, беспощадный и их лидер – Харьков. Сдавлено, с присвистом выдохнув сквозь плотно сжатые губы, лейтенант постарался успокоиться. Душа требовала продолжения боя. Душа кипела и клокотала под выленившей тельняшкой и промокшим бушлатом, словно вздымаемый форштевнем пенистый бурун. Заметив склонившуюся над леерным ограждением тень, Кондратьев недобро ухмыльнулся. Кому-то сейчас сильно не повезет. Причем абсолютно справедливо, поскольку приказ спуститься вниз и задраяться для перехода уже прозвучал. Заодно и пар выпустит. А уж когда вернутся в базу, нажрется в Зюзю. Ну, ежели, понятно, не придется снова выходить в море сразу после пополнения боекомплекта и бункеровки. — Бойко, ты какого плавучего буя на палубе делаешь? — выметнувшись из рубки, проорал лейтенант. — Жить надоело! Или тебя мой приказ не касается! Живо вниз, салага! Краснофлотец испуганно дернулся, торопливо оборачиваясь и пытаясь занять некое подобие строевой стойки. С багром в одной руке и влажным от морской воды спасательным кругом в другой выглядело это достаточно комично. — Виноват, товарищ командир корабля! Замешкался! Хотел спас средства на место принайтовить! — Какое еще спас средства? — ряфнул Кондратьев. — Так вот же! Матрос продемонстрировал бело-красный пробковый круг с номером одного из участвовавших в десанте сейнеров. — Болтался на волнах почем зря! Все одно в море унесло, а мы как раз наш потеряли, осколком срубило. Вот я и решил... Виноват! — Ладно, понял! — хмуро буркнул лейтенант, остывая. — Тут такого добра теперь полно, но ты ухитрился пулей покоцанной подобрать. Хотя какая разница, пробка есть пробка. Все, дуй в кубрик, и чтоб я тебя до самой базы в глаза не наблюдал. — Да куда с кругом-то? Давай сюда, сам закреплю. Часть первая. Будущее. Глава первая. Возвращение. Новороссийский район Мысхако. Наши дни. Вынырнув, Степан несколько секунд щурился отвыкшими от солнечного света глазами, после чего замысловато выматерился, отплевываясь горько соленой водой. На поверхности был ясный солнечный день. Определенно летний, о чем ненавязчиво свидетельствовала и температура воды, буквально за несколько секунд поднявшаяся как минимум градусов на 10-12. По истине голубому небу неспешно плыли легкие облачка. На море царил полный штиль, ничуть не напоминавший трехбальное волнение двумя неделями назад. Или все-таки почти восемью десятками лет назад. Или, блин, вперед, отправившийся на дно командирский БТР-80. Да и то, другое море, по которому на полных парах шел морской охотник, окружающая обстановка тоже, мягко говоря, не напоминала. Рядом шумно, до рвота и судорожного кашля отфыркивался намертво вцепившийся в спасательный круг Шохин. Откуда взялся этот самый круг, Алексеев, если честно, помнил смутно. Вроде бы сорвало ударной волной, что-то такое отложилось в памяти, когда нырял за погрузившимся под воду оглушенным товарищем. По крайней мере, снять его с лейерного ограждения, как требовал контрразведчик за пару секунд до взрыва, он точно не успел. Сразу бросившись следом за Серегой. Ну, значит, повезло. Иди, знай, сколько тут до берега. Точно, как же он сразу не подумал. Берег! До Геленджика оставался приблизительно час хода. Значит, если их выбросило в той же самой точке, добраться до побережья вплавь практически нереально. Замерзнуть не замерзнут. Водичка теплая, просто обессилиют, а один круг двоих не удержит. Если, конечно, не попадется навстречу какая-нибудь подходящая, да хотя бы и самое, что ни на есть неподходящая, посудина. Степан оттолкнулся ногами по пояс, вытаскивая тело из воды и осматриваясь. А вот и берег совсем недалеко, метрах в двухстах, и местный пейзаж смутно знаком. Очень на то похожи они где-то между Южной Азерейкой и Мысхака, скорее всего, ближе к последнему. Любопытно, от чего их выбросило. В том, что их именно выбросило, причем не только в пространстве, но и во времени морпех уже практически не сомневался. «Именно тут». Впрочем, сейчас не до того, об этом можно будет и позже подумать, когда до суши доберутся. Главное, что не открытое море, так что шансы на выживание стремительно возрастают. «Где... мы...» Отплевавшись, нервно осведомился окончательно пришедший в себя контрразведчик. «Почему день?» «Когда под Азерейкой вынырнул, этот же вопрос задал», — буркнул Степан. «Только тогда ночь была, а сейчас наоборот. Остальное потом объясню, ежели сам не догадаешься, когда доплывем». Ухватившись за линь спасательного круга, Старлея развернул товарища в нужном направлении. «Берег там метров с двести, так что почапали по малеху. Серега, забыл спросить, ты плавать-то вообще умеешь?» «Обижаешь», — отрезал Шохин. «Я ж у моря вырос, отец рыбаком был». «Тогда совсем здорово». Извернувшись, Алексеев избавился от плач-накидки, расстегнул портупею с кобурой и ножнами со штык-ножом и в три приема сбросил мигом ушедший на дно намокший бушлат, оставшись в гимнастерке и тельняшке. Прорезиненная накидка тонуть не пожелала. Темной кляксой, распластавшись на волнах, пришлось отпихнуть в сторону, дабы не мешало. С обувью заморачиваться не стал. «Берцы, не сапоги, быстро не стащишь». «Да и к ноге плотно прилегают, практически не мешая плыть». «Скидывай одежку, в ней не доплывем, вниз утянет. Давай помогу, мне уж полегче». Совместными усилиями освободили капитана госбезопасности от верхней одежды и обуви, потратив на операцию вдвое больше времени. Пришлось повозиться, мешала портупея и перекинутый через плечо ремень полевой сумки, которую Шохин, несмотря на ругань Старлея, категорически отказывался выпускать из рук. Передохнув с минуту, неспешно двинулись в сторону берега, вскоре ощутив ногами поднимающееся дно и выбрались на крохотный дикий пляж, к счастью, оказавшийся безлюдным. Шурша подошвами ботинок по гальке и пустым ракушкам, особисто раздраженно морщисть топал босиком, Степан оставил товарища под крутым глинистым обрывом, пробежавшись по окрестностям. Окрестности радовали полным отсутствием людей. Повезло. Но в любом случае отсюда нужно поскорее уходить. Уж больно вид у них с капитаном предосудительный. Ну, если он, конечно, не ошибается насчет того, куда именно они попали. Точнее, в какое время. С последним удалось разобраться быстро. Подобрав пустую пивную жестянку, Алексеев разглядел на донышке дату производства. Что ж, как бы то ни было, он вернулся в свое время. Вместе с Шохиным. Который об этом пока ни слухом, ни духом. Ну да ничего, психика у Сергея крепкая, тренированная, выдержит.